В эфире РБК региональный выпуск новостей. Мы вещаем из отеля Краун-класса Уфа. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Ради Хабиров поставил задачу до конца года вакцинировать 80% жителей республики. Об этом глава региона заявил на оперативном совещании в правительстве. По данным Минздрава, за последние сутки коронавирусом заболели 676 человек. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 96 с лишним тысячи человек. Скончались уже 3073 жителей Башкортостана. Большая часть жертв граждане старше 60 лет. Как отметил Ради Хабиров, рост заболеваемости остановился, а смертность уменьшается. Однако темпов вакцинации снижать нельзя. Уже сегодня оба компонента прививки от коронавируса получили 1 млн 513 тысяч человек. Накануне к списку отраслей, работники которых должны в обязательном порядке вакцинироваться, добавились промышленность и сельское хозяйство. Мы все ясно понимаем, что это недостаточно. Мы должны идти к цифре 80 процентов. Поэтому нам есть еще чем заниматься. В целом прошедшая неделя в плане вакцинации была неплохой. Но традиционно в выходные дни была определенная коллегия. Уважаемые главы муниципалитетов, сегодня в 19.00 и члены оперативного штаба мы проводим с вами снова заседание оперативного штаба. Вопрос ключевой. Ключевой вопрос – ход вакцинации. Просьба контрольного управления подготовить мне видение текущей ситуации, как соблюдаются нормы по вакцинированию. Рустам Хамидж, обратите внимание, если есть необходимость уже приглашать на оперативный штаб, сами примите решение, скажите мне руководители предприятия, если есть, приглашайте и заслушаем их дорожные карты. Как, соответственно, потому что мы начали уделять внимание предприятиям. Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил, что строительство новых ковид-госпиталей в Сибае-Туймазах стартует уже в начале декабря и продлится не более двух месяцев. В Башкортостане может случиться вспышка африканской чумы свиней из-за распространения заболевания в соседних регионах. Россельхознадзор зафиксировал АЧС в Свердловской и Челябинской областях. Об этих рисках заявили в Минсельхозе. На сегодняшний день при Волжском округе зарегистрировано 15 очагов африканской чумы свиней. В Саратовской области ДНК вируса обнаружили в партии замороженной свинины, которая была завезена в регион из Белгородской области. Таким образом, из-за АЧС за год предложение на рынке свинины сократилось на 350 тысяч тонн, что повлекло за собой повышение цен. Эти вспышки АЧС очень сильно влияли конец 2020, начало 2021 года. И с учетом того, что те комплексы, которые после уничтожения дезинфицировались, отстаивались до следующего заполнения, и цикл их возрождения приводит к тому, что дефицит составляет, как я сказал, порядка 1 миллиона голов. Это приблизительно 350 тысяч тонн в живом весе. В правительстве страны заявили об участившихся случаях африканской чумы свиней. В России зафиксировано 112 инфицированных объектов среди домашних свиней в 38 регионах, а среди диких кабанов в 19. Отмечу, что с начала года ущерб сельхозпредприятия от заболевания достиг без малого 2 миллиардов рублей. Выплаты обманутым дольщикам жилого комплекса «Серебряный ручей» в Демском районе Уфы начнут с завтрашнего дня. Об этом сообщили в Фонде защиты прав граждан, участников долевого строительства. Напомню, на компенсации направят 1 миллиард 860 миллионов рублей. Выплаты получат дольщики, которые вложились в строительство четырех домов на улице Дагестанской, 8, 11, 12 и 13. Для этого надо заранее записаться на сайте фонда или по горячей линии. А также собрать пакет документов, включая паспорт, СНИЛС, ИННН и выписку из реестра требований кредиторов. Размеры выплат будут определяться индивидуально в зависимости от строительной готовности дома, места расположения объекта, общей площади, квартиры, количество комнат и этажа. Компенсации будут выплачиваться через банк «Дом.РФ» в течение 10 дней после получения полного пакета документов. Возвещение также можно получить за нежилые помещения площадью не более 7 квадратных метров и за одно машино-место. С начала старта программы детского туристического кэшбэка в Башкирские оздоровительные лагеря было закуплено более 5000 путевок на 119,5 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном госком туризме. Напомню, программа действовала с 25 мая по 15 сентября на сайте мирпутешествий.рф. Регион представил 64 детских лагеря и вошел по этому показателю в тройку лидеров. К слову, в республике реализуется госпрограмма по развитию внутреннего и въездного туризма. В текущем году из республиканской казны на это направлено 235 миллионов рублей. Из них освоен 161 миллион или около 69% по итогам третьего квартала. Финансовое обеспечение госпрограммы в 2022 году запланировано в объеме 566 миллионов рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 367 миллионов рублей. Из бюджета республики Башкортостан 199 миллионов рублей. Напомню, в этом году от Башкортостана в корпорацию «Туризм РФ» направлены заявки по 9 комплексным инвестиционным проектам на общую сумму 33 миллиарда рублей. Также подготовлено соглашение между правительством региона и корпорацией, которая предусматривает подготовку мастер-планов по развитию туристических территорий. Документ планируется подписать 19 ноября. И 12 школьников из Башкортостана стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена». Ученики 8-9 классов стали обладателями 200 тысяч рублей, 10-11 – 1 миллиона. Средства можно потратить на оплату высшего образования, покупку оборудования и техники для занятий по специальности или реализацию собственного проекта. Но кроме этого победителям добавят дополнительные баллы к портфолио при поступлении в российские вузы. Некоторую часть суммы я сохраню на будущее, но остальную я собираюсь потратить на определенные образовательные курсы, на саморазвитие, ну и на многое другое. И также на отличные гаджеты для учебы. Что касается выбора профессии, я еще недостаточно определилась, то, кем я хочу стать, но точно знаю, что хочу связать свою жизнь с педагогикой. И хочу, скорее всего, обучаться в Башкирии, в вузе, чтобы дальше развиваться в этом прекрасном регионе и помогать развиваться ему. Среди победителей «Большой перемены» – учащиеся школ, гимназии, лицеев, уфы, стерль, домах, октябрьского, нефтекамска и шимбая. Конкурс проводится ежегодно в Ялте в рамках нацпроекта образования по нескольким направлениям, в том числе журналистика, спорт, экология, творчество и многие другие. В этом году в нем приняли участие 1300 конкурсантов. Призовой фонд составил 805 миллионов рублей. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.